Друзья, знаете, что у меня есть? Ну, судя по названию этого видео, вы наверняка догадались. Нет, не Топик Дизель, хотя он тоже у меня есть. Оригинальный, настоящий, между прочим. Хэштег из Европы. Ладно, без шуток. Кто понимает, что это за рубашка? В общем, она была у вот этого OpenGamer. Как это все произошло? Вот это. Как произошла случайно забившаяся сюда Хатсу на Мику? Причем здесь, кстати, вообще она. Откуда у меня это и прочие другие штуки? Я расскажу вам в это видео. А пока подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Вот такое вот у нас классное начало получилось. Короче, когда вышел фильм Барби, все резко начали делать Барби коллаб. На моем канале уже тоже было целых два Барби коллаба. Снимала уже два видео. Понимаю, всех уже достало, надоело. Но, извините, хайп сам себя не оседлает. Приходится оседлывать. И, в общем, пишу я моей маме и говорю, мам, ну, ситуация, конечно, кринж. Мне очень обосраться, как сильно нужен Барби коллаб. И мама такая, ну, раз обосраться, как сильно нужно, пойду-ка я поезжу по всей Германии, по всем немецким магазинам и скуплю тебе Барби коллабы. Хэштег официальный. А в Германии такой прикол, ну, типа, если ты заказываешь что-то из интернет-магазина и этого нету, например, в своем городе, то ты не можешь заказать из интернет-магазина в другом городе. Ну, то есть, грубо говоря, если ты живешь в Берлине, ты не можешь заказать из Мюнхена. Тебе нужно поехать в Мюнхен, несмотря на то, что в интернет-магазине Мюнхена это есть. И, в общем, моя мама гоняла так по трём или четырём разным немецким городам в поисках этого Барби коллабы, поэтому ставим лайк. Если не за меня, то за мою маму, потому что она заслуживает уважения. Вещица номер один. Рубашка, с которой мы всё начали. Вообще, эта рубашка идёт из мужского отдела, потому что купить барби коллаб в женском отделе, это сейчас вообще огромная задача. Мама сказала, что скуплено просто всё, но размер XS мне подходит. Честно сказать, не скажу, что я в каком-то диком восторге от этой рубашки, но я не знаю, как она вам. Кому нравится, кому нет, напишите, что вы думаете. Ну, для меня она слишком цветастая. Всем хааай! Здравствуйте, дорогие друзья! Ладно, мне нибудь не логер, а я пойду. Слушай, я не должна была это видеть. Но ты это увидела. В общем, вот такая вот у меня рубашка. И если вы не понимаете, кто я, то я теперь тот самый Чуя. О, как хочу я! Чую! О, как хочу я! Я считаю, что мы совместили всё, значит. А почему Чуя? Потому что она как бы Хопенгеймер, ну вот, отсылка. Кен из Барби, ну и, в общем-то, я. Вот, получился такой Чуя. Походи нахватная палочка. Ну, я не могу смотреть ни на Чую. Ну, как бы, концептуально парик тебе идёт? Парик? Пришёл тут парик. Ну, я на парик смотрю. Ну, спиной, на самом деле, в первой спиной спиной даже не понять, что ты не Чуя. Тебя очень видно? Ага. Ну, вообще, камон. Ну, рубашка прикольная. Ну, такая. Я думала, она получше будет по качеству. Ну, это тебе не футболочки, а бренда Без? А, да, точно. Я, кстати, в бренде Безна. Чуя. Но по качеству качественно. Обычный хлопок, чтобы ничего не тянется, внутри белый. Это значит, что вещь крашена, а значит, что она не так уж и хорошо сделана. И, скорее всего, всё это будет стекать. Но это не точно. А вот знаете, где ничего не стечёт? Правильно! В одежде бренда Безна. Бренд Безна это просто вообще потрясающие шмотки. Ну, естественно, потому что они мои. Но себе такой потрясающий маскот, потрясающий сайт. Обязательно переходите по ссылочке и смотрите. Вдруг вы найдёте для себя что-то интересное. И если вы спрашиваете, в каждое ли видео я буду пихать бренда Безна, да, абсолютно в каждое, потому что я решила, что могу себе это позволить сделать. А что? Почему бы и нет? Не, ну я рекламщик от бога, я знаю, да. Кинь меня бренда Безна, просто вот там какой-то худак, просто прям кинь мил в лицо. У меня в руках самый продаваемый товар во всём мире. Уважаема. Чуй бы подошла рубашка с надписью погаской. И мне почта бы подошла. Кстати, да, не иронично. Это твоя сосулька вот эта. Короче, ребят, ну что сказать про эту рубашку от Барби Калаба, кстати. Ну, если вы хотите косплеить Чу и быть Кеном, ну, как бы, наверное, норм. Но во всех остальных случаях она всё ещё странная. Всё ещё меня смущает то, что здесь всё белое. Ну, непонятно. Сколько она стоила? Мама отлепила цену. Видимо, что меня не травмировать. Маме всё равно спасибо. И, кстати, да, возможно, вы видите, у меня крайне странный макияж. И я вам хочу сказать так. Это самый худший макияж из всех, что у меня когда-либо было. Это просто самый отвратительный мой макияж. Никогда у меня хуже его не было. И это макияж от косметики Барби с NYX. Вот все хотят коллаборацию с NYX. И я тоже хотела коллаборацию с NYX. Я заплатила 20 грёбаных тысяч рублей. 20 тысяч за эту косметику. И я получила вот это. Посмотрите на эти ресницы. Это типа вот у них кайповые накладные ресницы. Они, блин, с проплешными. Потому что они со светло-розовым цветом. Ни хрена не видно. Короче, я максимально недовольна. Я осуждаю. Это просто жесть. Этим реально только вот чёлкой закрывать. И в одной палочке помогать себе по лицу. Не знаю, валишь, чтобы стирать это всё. Я, короче, в кошмаре. В ужасе. Катастрофа. Я недовольна. Барби расстроилась. Ладно, поехали дальше. Когда чё-нибудь Афара займёт свой макияж. Смотрите, вот так стоишь. Это похоже на мужика. Вот, смотрите, даже здесь можно сравнить. Вещица номер 2. Вот такая вот сумка для путешествий от Барби Калаба. Как вы уже могли додуматься. И в этой сумке для путешествий её можно, короче, вот так вот открыть. Кстати, замочек тоже с Барби Калабом нейминговый. И здесь будут две косметички. Косметичка номер 1, косметичка номер 2. Для путешествий очень удобно, очень классно. Они прям мега вместительные. Мне очень нравятся. Следующая позиция это вот такая вот сумочка. Да, это идёт сумочка к розыгрышу. Поэтому ты можешь просто посмотреть, сказать, какая она классная. Кому-то очень сильно повезёт. Кому-то очень сильно повезёт. Да. Но тому, кто смотрел видео вот с обзором с этим макияжем, потому что это сумочка из того розыгрыша. Так что потом посмотрите видос с Ник с косметикой. А в прошлом розыгрыше на косметику соды победил вот этот вот человек. Поздравляем. Николай, вот ваш чай. И да, в прошлом видео я упоминала, что победитель может повторяться, потому что Тося уже выигрывала в розыгрышах. Подробнее о розыгрышах и подарках у меня в Телеграме. Условия просты. Подписка на бездну и актив. Так что подписывайтесь и ждите посты. Мой уровень любви к Чулинг-Харе. Это он. Смотрите. Вещица номер 3. Мама решила, что мне ахер как нужен купальник. И сейчас я вам покажу нюанс этого купальника. Ну как, извините, пожалуйста. А что у нас тут по вырезу? Привет, сексуалка. Ну и верх от купальника простой. Хотя вы знаете, вот я его, конечно, так вот примеряю. И как бы грубь-то по идее она как бы здесь. А вот здесь вот она вот, ну вот тут где-то заканчивается. Да, это видео с обзором на анатомию, извините. И чё-то как-то мне кажется, я вот это надену и у меня внизу вот прям там всё будет торчать. Не могу говорить нормальными языками, потому что, ну, нежная нежная платформа может обидеться. Я Барби Доллар. Я официально трудоустроена украшением планеты Земля. О нет! Я максимум могу показать вот так и сказать, что типа, ну на самом деле они норм. Они реально нормы. Да, мы по-моему, они реально нормы. Я тебе покажу, а я не покажу. Ну, кстати, да. Типа я думала, что он будет в гаже. Да, я понимаю, что он бы очень хотелось увидеть то же самое, но я, правда, не могу здесь этого показать, потому что Ютуб, ну, они по какой-то причине не разрешают показывать купальники. Поэтому вот так вот вы можете посмотреть только в моём Телеграм-канале, поэтому такой вот у нас купальничек. Ну, вообще купальник реально классный. Да, он хороший. Даже лучше не выпадает. Да, я честно думала, что он будет меньше, потому что, когда я его прям потрогала, мне показалось, что он будет и очень вот здесь вот нехороший, и здесь нехороший. Да, я понимаю, что вы смотрите всё это в мозаике, но в целом он реально клёвый купальник. Особенно как на лице Чили Кахара. Вещица номер 4. Вот такие вот тапочки Тапчуль. Кстати, тапки просто хайповые. Они очень хорошего качества и мне безумно нравятся. Если вы спросите, откуда и с какого конкретно это всё магазина, магазин называется Primark. Это что-то вроде H&M, а только в Европе. Мне он очень нравится. У них регулярно случаются вот такие крутые коллабы. И он очень дешёвый. Не скажу, что он очень качественный. Он, наверное, по качеству хуже, чем яичек был. В целом, очень уважаемые тапки. Господи, это самое странное видео на моём канале. Я так говорю тебе примерно каждый раз, когда я что-то снимаю. Давайте оценим тапки. Тапки на самом деле класс. Каролина, иди тапок оценивай. Бархатные тяги. Кеф-те-не-не-не-не. Шлёпки я уже не походила. Они просто удержали в нескольких дней. Я умудрилась их уже протестировать. Ну чё, удобные шлёпки. Такой ортопедический массаж, потому что они с... Пупырками. С пупырками. Сзади какая-то Это штука, это трипофобов. Да, действительно, тут прям вообще дыры. А чё, трипофоб? Ха-ха-ха. Скорее, то вопрос, скорее нужно было решать. Да, знаю. Я думала, ты тебе с отсылкой про дверь. Про мангу, про хайповую серию. Пустки тапок. Семён. Ну да. Короче, тапки реально очень хорошие, они по качеству, ну, на фоне вот этого мракобесия, это вообще потрясающе. Поэтому, пожалуй, надеваю я тапки и снимаю косплей Чуи. Они из Китая. Да. Да, всё, что продаётся в Европе, в том, что в Германии, в принципе, делается в Китае. Но бренд Бездна делается в России. Вот, это было в Москве. В Москве, между прочим, была водная интеграция. А, да, водная вообще отлично, всё в Москве делается. Вообще ничего, никакого в Китае, там, вот всего этого нет, всё в Москве, всё в Москве. Вещица номер пять. После бренда Бездна, конечно, у нас очень завышенные уже ожидания от одежды, поэтому видео усложняется. Ну, пошло платье. А, подождите. Ну, мама купила мне... Я не знаю, какой вселенной мама решила подарить мне такое одеяние. Что ж, как говорится. Спасибо, мама. Я надеюсь, там комбинезон. Да. Я эту. Ты похожа на этих спортсменов, которые... Спортсмены, которые делают так, типа, на пляжах. Вот. Понимаешь, с тем макияжем я реально чувствую себя чёртовым извращенцем таким-нибудь. Я реально уже очень рада. Что это за костюм? Ребят, объясните, что это за костюм? Вот, кто его вообще вот придумать придумал? Опа, обтянута сзади. Это очень странно. Потрогай его. Давай, иди сюда. Потрогай. Просто я даже не знаю, с чем это в теории люди придумали, чтобы... Ну, типа, типа, вот так просто выйти в этом спать. Как тебе кажется? Это брак. Это ещё и брак. Нет, он реально оторвается. Это не шутка. Я его не оторвала. Если попробовать оторвать здесь, не оторвётся. Короче, тут всё отдирается плохо. Трэш. Мне так некомфортно. Знаете, мне кажется, мне было бы комфортнее, если бы голая снималась, чем вот в этом. Потому что это реально какой-то очень извращённый, странный костюм. Какой-то, ну, знаешь, вот прям вот он с планкинковой. Ну, знаете, кто бы в него мог хотеть? Гоголь. Да. Ладно, мне нравится Гоголь, поэтому... Ну, а в угольки я буду хотеть на костюме. В принципе, всё ещё норм. Ну, так странно, что он тут висит. И, типа, в ногах при этом он ещё обтянут. Ну, типа, относительно. Я с попой больше всего умираю. Если станешь боком, у тебя как будто тут ещё... Обязательно. Я отказываюсь понимать. Что за хрень? Что за макияж Барби? Что за костюм Барби? Что с качеством Барби? Ай, Барби! Где Сауни кирпич? Вещица номер 6 и 7. Итак, что у меня здесь есть? Бортки. Вообще, это мужские, но... Вот они такие у меня. Зачем мама купила мне этот полотенчик? Ну, в общем, это Барби полотенце. Да, в детстве бы она мне такое не купила. Зато сейчас, пожалуйста, забирай. Я просто хожу каждый день, делаю себе макияж, делаю красивые причесочки, собираю красивые образы и все вокруг просто считают, что они обязаны сводить меня в ресторан и куда-нибудь пошопить. Шорты прикольные. Это мужские. Реально? Да. Я просто смотрю на это и даже не понимаю, с чем это в теории можно носить. Дома, типа, товашние шорты. Но они мягкие, прикольные. Я, наверное, если бы была бы мужиком, мне было бы в них комфортно. Но, конечно, они мне чуть-чуть маловатны, потому что это мужицкий эксцесс. У тебя опять сбоку какой-то тут прикол. Ну вот опять! Ну вот опять! Штанцы хайп. Давайте оценим теперь еще полотенце. Кстати, на камере оно выглядит сильно лучше, да, чем в жизни? Обычное полотенце, если бы оно стоило рублей 300, я купила. Я думаю, оно стоит несколько тысяч. Тогда нет. Радуйся, оно теперь остается жить у тебя. А-а-а. Розовое полотенце из Барби Калаба. У меня было похоже в детстве. Я удивлена, что это сейчас продается. Это хайп. До меня не зашло, потому что я была конючком Монстр Хайп. По мне видно, мне кажется. А, ну да, конечно. Но, извините, я в тиме Монстр Хай, а не этих Барби. Монстр Хай versus Барби. А вы за кого? Я верю своего бойца. Чё я на Кахара? Маттел. Официальный коллаб. Не какой-то там левый. Ну, видимо, они разработали в 22-м году, чтобы запустить... Они заранее. Конечно, а ты думала. Все заранее всегда все продумывают. Хитрюга. Да, а никто после момента не делает, только мы. Но это уже другое. Короче, вот такое вот полотенце, и вот такие вот портки. Ну, объективно говоря, для дома вообще портки хайп. И вот здесь вот, в отличие от тех принтов, которые мы видели до этого, ну, вроде не должно ничего лететь. Оно более плотное, и как будто бы хочется верить в то, что это хотя бы не на один раз. Ну, а если на один раз, я буду недовольна. Но для всего основного есть бренд бездна. Вещицы номер 8 и 9. Внезапно потешные, хочу сказать, бритвы для рук. Пилочки для ногтей. И снова портки. Размера XS. Ай, подождите, это, по-моему, обычные... Нет, это просто довезенные брюки. Положить туда. Зачем ты принеслась на его брюки? Хотела всем похвастаться. Шортики. Вот на этот раз, ну, это вообще тоже до вида, но они у меня. Поэтому мы будем их мерить. Вообще, я поняла, что, когда делала фотографии, кстати, для бренда бездна, как вы уже могли понять, я использовала во многих своих образах доведенные шорты. И это было круто. И мне очень понравилось, как они сидят. И я не понимаю, почему мы до сих пор не носим мужские штанцы. Потому что это очень круто. Они реально крутой длины получаются. Достаточно свободные. И клево сидят. Ставлю лайк, уважаем. Посмотрим, как сядет это. И последние вещички. Так, ну, начнем, во-первых, с топа схватся на миг. Кстати, он адекватный. Почему коллапс схватся на миг выглядит прикольно? Он такой, даже как будто полупрозрачный. Но в этом и прикол, потому что можно носить там свою одежду. Ну, и будет вообще хорошо. Что касается портков, ну, это размер L мужицкий. Но другого не было. Пришлось взять L по маме. Ну, в плане маме для меня. Вот. Но мне нравятся. Они неплохие. Они даже лучше, чем те розовые. По качеству мягко. Но мне странно, что они с начосом. Потому что это вроде как летняя хрень. И с начосом делать летнюю хрень, которая линяет, это отстой. В плане, практически всегда они сейчас линяют. Это база. Но это странный выбор для летней одежды. Ну, короче, такие вот крючки. Такой топичек. Они класс. А еще у меня есть пилки. Не знаю, зачем мне пилки. Но теперь вы знаете, что у меня есть пилки. Давайте их оценим, значит. Пилка с фламинго. Пилка с пером. Пилка Барби Лэнд. И пилка с ракушкой. Такие дела. А я пойду умывать этот абсолютно отвратительный макияж. Потому что он меня бесит. Я прям не могу на себя смотреть. Эти ресницы, они просто ресницы зла. Отстой. Оставшиеся вещицы. Носки на холодное время года. И вещь, которую я просто офигеть как ждала. Реально, вот казалось бы, в этой коробке колготки. Но какие-то колготки. Они так круто смотрелись на фотографии. Прям мечтаю примерить эти колготки. Так вот, я примерила их. И знаете, я ждала чего угодно, но не брака. То есть, это реально брачные колготки. Я вообще в шоке. Но они все вот в таких зацепках. Может быть, ну это норм для колготок. Но я миллион лет не покупала колготки. Я их, в принципе, не ношу. Я не понимаю, это нормально или нет. Но они вообще везде вот такие. Потому что эти колготки, извините, пожалуйста, 12 евро стоили. Это, блин, дохрена. Отстой. В общем, такие покупки получились у меня, у моей мамы. А у меня получился такой обзор. Обязательно ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на мой канал. И пока-пока. Всех люблю, всех целую. Скоро видео Барби Коллаб с NYX. 20 тысяч рублей на косметику. Ушли в утиль. Кто бродать джинсы в таком состоянии? Это очень дорого. По сексе. Как это носить? Я не понимаю, мне грустно. Можно пролезть? Что там должно быть спереди вообще? Просто здесь этикетка. Две тысячи, понимаете? Две тысячи. Субтитры сделал DimaTorzok